Ну и немножко военно-политических новостей, происходящих в Украине и вокруг нас. Состоялся еще один большой обмен пленными, 116 человек мы вернули домой. Причем обмен вернулось домой 116 украинских защитников, а мы отдали 63 российских защитника. То есть вот такой вот обмен состоялся и наши ребята вернулись из плена домой. Из них два офицера и 114 рядовых и сержантов. Также домой вернули тела погибших иностранных добровольцев, в том числе британского волонтера Кристофера Перри, который погиб, волонтер приехал с волонтерской помощью на передовую и попал под обстрел, погиб. О гибели которого сообщала Харьковская правозащитная группа. Самому младшему из освобожденных воинов недавно исполнилось 20 лет, самому старшему исполнилось 62 года. Вот такая вот новость возвращения домой 116 военнослужащих вооруженных сил, сил обороны Украины. Там есть представители разных силовых структур. Военный атташе по вопросам обороны Соединенных Штатов заявил, что наши специалисты, украинцы, завершат обучение в Соединенных Штатах на системах Патриот уже через несколько недель. Украинские военные опережают график учения на системах Патриот. Они овладевают современными ракетными комплексами по ускоренной программе и завершат тренировки в Соединенных Штатах уже через несколько недель. Об этом украинской службе «Голоса Америки» сообщил атташе по вопросам обороны Украины в Соединенных Штатах Борис Кременецкий. Но мы в принципе не сомневались. Это стоило ожидать и мы об этом с вами говорим постоянно, что для нас не проблема освоить. Что САУ, пожалуйста, танки тоже осваиваем, уже приступили. Точно так же. А это говорит о том, что через несколько недель, это значит, что к марту месяцу этот Патриот будет стоять на боевом дежурстве в Украине. Он будет переброшен, скорее всего, авиацией, это основной вид переброски техники и, соответственно, заступит на боевое дежурство в нашей стране, там, где определит ему Генеральный Штат. Дальше. Такая проблема, как дезертирство в российской армии, она набирает массовый характер. И доказательством тому, это первое, помните, да, заградотряды, которые состояли из кадыровцев, и они открывали огонь по бегущим обратно зэкам, то есть тем, кто заключенным, которые отказывались идти в атаку. Мы знаем там случаи расстрела этих заключенных, показательного убийства, чтобы они не отказывались идти в наступление. Ну и также вот эти роль, также сформированные заградотряды, чтобы они не поворачивали обратно. С мобилизованными то же самое. Единственная разница состоит в том, что мобилизованных не расстреливают, которые бегут обратно. Пригнали СОБР, в частности на Бахмутском направлении, наша разведка наблюдает подразделение СОБРа российского. И задача этого СОБРа отлов. Они отлавливают этих мобилизованных, которые убежали с поля боя, убежали с расположения части и убежали там куда-нибудь, лишь бы спастись. В основном они все бегут в сторону границы и пытаются вернуться домой. И кстати, почему СОБР был пригнан? Потому что здесь на Бахмутском направлении очень плотная застройка. Если они прорвутся в какие-то населенные пункты, то их уже никто не поймает. А вот допустим на Херсонском направлении, на правом берегу реки Днепр, когда там степная местность, там степи. И когда они убегали, первые мобилизованные, которые приехали, тоже там убегали, так их искали с помощью вертолетов. Российские вертолеты летали над Херсонской степью и отлавливали эти группы мобилизованных, или одиноких мобилизованных, которые бродили там в поисках пути домой после дезертирства с переднего края. Вот такая вот ситуация наблюдается. Так вот, к чему весь этот рассказ? Что вагнеровцы еще остались на линии фронта, их не убрали оттуда полностью, их там потихоньку мы добиваем. А регулярные части российской армии спостерегают, наблюдают, как наши войска, ходящие в атаку. Так вот, они бегут, все равно бегут. Они заключенные. У них срока очень огромные. И они прекрасно понимают, что, видимо, особенно те, что вот это вот показушное помилование там 20 человек, это же не массовое явление. То есть никто им не даст выжить. Их всех тут и положат в нашу землю. Поэтому они бегут. И, соответственно, ну они же опытные ребята, они же знают, как бегать. Это же не мобики, не чмобики. Так вот, сбежавшие из Украины вагнеровцы устроили в Российской Федерации террор. По России прокатилась волна нападений. Из российской армии и подразделений так называемых частной военной компанией Вагнер, в рядах которых воюют завербованные зэки, бегут, они бегут. Некоторые смогли раствориться на части Украины. То, что я вам говорил, особенно на Донецком направлении. Там застройка, жилая застройка или вот эти агломерации, они нескончаемые. Они переходят город, село из села, и переходят незаметно. Только табличка, стоящая между домами, говорит о том, что вы перешли из одного населенного пункта в другой. И некоторые смогли раствориться в этой части Украины, в этих агломерациях, которая пока контролируется оккупантами. Однако большинство уже вернулись домой. Представляете, где Украина, а где их дом, там где-то в глубине России. Так вот, они уже умудрились вернуться домой, пройдя государственную границу Российской Федерации. Привет ФСБ, как вы ее там охраняете. Их навыки мирные россияне уже ощутили на себе. В приграничных районах России произошла серия вооруженных нападений. Они же не просто идут, они идут с оружием. Они же тоже не дураки. Они понимают, что человек, как Ленин говорит, человек с ружьем. Он это надежный человек, он знает, зачем ему ружье. Точно так же и здесь. Далее, я так понимаю, по Украине начинает прокатываться волна формирования добровольческих частей и подразделений. МВД на своей базе формирует 8 бригад. Мы с вами об этом говорим. Еще раз напомню, что люди это не лютый, не февраль. Людь это злость. В Сумской области формируется отдельный стрелковый батальон вооруженных сил Украины. Тоже добровольческие желающие, все могут записаться. Здесь пока ссылки нет, но в сети, я думаю, если вы загуглите, вы найдете ссылку, как обратиться в территориальный центр комплектования вооруженных сил Украины для того, чтобы вступить в этот батальон. Далее, Германия. Оказывается, помните, мы искали эти комплексы ИРИСТЭ, три штуки, которые должны были до конца года поставить нам Германия. Так вот, Германия теперь их тоже ищет по всей Европе. Видимо, что-то не получилось с производителем. Производитель не смог до конца года выдать на гора еще три комплекса, и поэтому Германия ведет переговоры, в частности, со Швецией по поставкам пусковых установок ИРИСТЭ для Украины. Это сообщает Bloomberg. И они пишут издание, что, как сообщает издание, со ссылкой на анонимные источники, кроме пусковых установок, Германия также попросила Швецию передать и ракеты для этих комплексов. Таким образом, как пишет Bloomberg, Германия придерживается своего плана отправить три дополнительных системы ИРИСТЭ в этом году, после того, как первая их партия прибыла в Украину в октябре. Но в октябре, мы знаем, прибыл один комплекс, одна батарея. Танкисты, продолжается тема танков, и с Польши мы получаем, ну, вот эта тенденция, как я вам говорил, она разрастается. Уже Польша тоже берет через несколько дней, в Польше начнутся обучение наших танкистов на танки «Леопард». Так что я думаю, что тоже через несколько недель, в марте месяце, мы начнем получать вот эти обещанные танки уже с готовыми экипажами. ЕС планирует принять десятый пакет санкций, кстати, он обговаривался и в Киеве сегодня, и вчера, саммит сегодня закончился. Было принято решение, в Украине там уточнили домашнее задание, 7 пунктов. В основном это касается реформ и реформ в государстве борьбы с коррупцией, там судебная реформа, есть там конституционная реформа, есть и другие. Но я думаю, конституционная реформа будет состоять в том, чтобы должность президента была номинальной и была представительской, а не исполнительной власти. Исполнительная власть у нас будет правительство и премьер-министр. Скорее всего, именно на этом будут настаивать. Ну мы так и собирались, так и в 2004 году и была конституционная реформа сделана, полномочия президента были очень сильно урезаны. Но посмотрим. Короче, 7 пунктов там есть в этом задании. Так вот еще, Урсула фон дер Ляйн, президент Еврокомиссии огласила о том, что 10-й пакет санкций против Российской Федерации, и причем его огласят 24 февраля, годовщину массированного вооруженного вторжения российских войск в Украину. По ее словам, объем ограничений для России в новом пакете будет составлять более 10 миллиардов евро. Там новая цена на газ, максимальная на нефть, и там очень большой пакет, посмотри. И там, ну естественно, там санкции для юридических, физических лиц из числа российского олигархата, политикума и других должностных лиц. Ну и Соединенные Штаты огласили очередной пакет помощи, официально уже оглашен, и сумма этого пакета составляет 2,2 миллиарда. И Украина в этом пакете получит следующие плюшки. Боеприпасы для «Хаймарс», артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, пока количество не уточняется ни тех, ни других. Их минометные мины 120 миллиметровые, 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами к ним. Это привет шахенам и крылатым ракетам. То есть мы усиливаем противовоздушную оборону для борьбы с этими воздушными целями. 181 машина с защитой от мин и других заграждений типа МРАП. 250 пусковых «Джевелин». Там, кстати, «Джевелин» задавали вопрос, так он многозарядный или он однозарядный? Многозарядный. Есть пусковая установка, на которую ставится контейнер. Контейнер отстреливается и вот на эту пусковую часть цепляется новый контейнер. Далее. 2000 противотанковых ракет. Я так понимаю, это к «Джевелинам». Видите, на 250 пусковых установок «Джевелин» идет 2000 противотанковых ракет. Противопехотные боеприпасы «Клейморы» и взрывные боеприпасы. Это, наверное, мины, скорее всего. Так перевод написан. Точнее, так перевело с английского. Мины и снаряжение для холодной погоды, шлемы и другое полевое оборудование. Так что вот такой вот пакет помощи Соединенные Штаты предоставили Украине. И я так понимаю, что этот пакет в основном идет в догонку предыдущего. То есть, под все эти... Кстати, «Хайморс» там должны 15 штук передать. Вот под них боеприпасы. Плюс 155 у нас теперь этот калибр становится основным. И расход этих боеприпасов с каждым днем растет. Вот еще их добавили. Ну и все остальное имущество. Вот такие военно-политические новости произошли в Украине и вокруг нее.